Так, вопросиков пока не вижу. Так, все, пошла трансляция? Всем привет! Давайте по традиции, наверное, начну с тех вопросов, когда... Когда эти вопросы поступают либо на сайт, либо в WhatsApp, либо комментарии с YouTube. И вот Алексей пишет на сайт следующий вопрос. Судя по всему, такая электростанция может быть установлена практически в любом месте и может послужить возникновению новых поселений и производств. Для энергонезависимости уже существующих, точка, потребности в электроснабжении различны и постройка колоссальных небоскребов может не требоваться. Насколько могут варьироваться размеры установки? Возможно ли постройка установки в различных размерах? Существует ли минимально эффективный размер установки? Большой такой вопрос. Немножечко перефразирую. Значит, минимальные и максимальные возможности самого по себе объекта такие... Я думаю, целесообразно здание от 30 метров высотой. Это как раз будет... Подобного размера будет гидропоника. Я ее представлю. Представлю визуализацию. Это будет где-то... Ну, наверное, на следующий... А, уже 25 ноября. Завтра я вам ее представлю. На сайте появится у нас картинка гидропоника. Вот. Ну, так. Поэтому размер, да, может быть и 30 метров, может быть и 300. И можно, в принципе, и 800, и даже километр ставить. Потому что сама по себе ветроустановка, она какой-либо существенной огрузки на сами здания нести не будет. Не будет. Так. Здравствуйте. Я написал, а не отвечает. Логин, логин Куба Рвик пишет. Кто-то, то есть, куда-то вы написали и не отвечает. Не знаю. У меня ни одного неотвеченного точно нету сообщения. Телефон, который на сайте есть, это телефон у меня. На него все, кто пишут, все ответы получали. То есть, следующая информация, пожалуйста, можно сделать восстановление транзакции от сентября. Покупка 50 тысяч акций по курсу 0,2 рубля. Оплата Яндекс.Монин отменена пользователем. Ну, смотрите, я эту покупку вам оставить никак не могу. Потому что, ну, вы сами пишите, что отменена пользователем. Если я что-то неправильно понял из вашего вопроса, вы мне тогда напишите или позвоните по телефону, который есть на сайте. Так, еще один такой же. Вот. Виктор задает вопрос, где стоит рабочий прототип? Рабочий прототип еще нигде не стоит, Виктор. У нас на сегодняшний день только мы в аэродинамической трубе проверяли те эффекты, которых я заявлял. Это концентрация потока, защита неработающей лопатки и направление по тангенциальной линии воздушного потока. То есть, эти эффекты, они есть. Есть ролик на сайте, ой, то есть, на YouTube-канале на моем 17 минут, который там видно, стоит черный макет с желтыми лопатками в аэродинамической трубе. Значит, ставится там щит, направляющий поток по тангенциальной линии, и установка начинает работать. А по поводу рабочего прототипа, до 10 декабря есть план заключить с институтом соглашение. Институт находится в Новосибирске. Как только подпишу, сделаю скан, выложу на сайт, значит, будет договор, и уже начнется работа по математическому моделированию продувки в аэродинамической трубе. И результатом этого договора должна быть оптимальная модель для того, чтобы построить уже как раз полноценный прототип, который можно будет поставить в естественную среду. Но по масштабу я не могу сказать, насколько он будет масштабный, насколько он будет большой. Но он будет точно. И, кстати, еще, знаете, у меня предложение такое. У нас есть вообще в Фейсбуке, есть ВКонтакте, есть Инстаграм. Ну, мне на все эти программы времени пока особо не хватает. У меня просьба. Вот с Инстаграмом мне легко работать, легко общаться, я его понимаю. Вы подписывайтесь на страничку Инстаграм. Я там потихонечку буду наполнять новостями по проекту. Ну, там, правда, на самом деле перемешиваются некоторые вещи с личной жизнью. Ну, в общем, ну вот у меня так все устроено. У меня телефон рабочий, личный, все в одном и все в одном месте. Здесь такая же ситуация с Инстаграмом. Все в один котел, как говорится. Так, ну, на самом деле ВКонтакте тоже будет страничка вестись, но позднее, немножечко позднее. Так, комментарий с YouTube. Есть, не знаю, к сожалению, имени, но есть такой комментарий у нас. Значит, следующим образом звучит сборщик денег-инфо-цыган очередной, запятая, прототип где, видео где, испытаний в трубе, результаты, а зачем озвучивать сколько у кого акций, короче, аум, синерик, для, ну, в общем, немножко оскорбительное слово, да, тут употреблено. Вот, ну, смотрите, тут у вас и сразу выводы, и вопросы. Ну, выводы, я думаю, преждевременно делать. Почему? Потому что наверняка у вас не было возможности полностью ознакомиться с представленной информацией. Видео испытаний в трубе оно есть. Посмотрите ролик 17 минут. Вот, там есть фрагмент, где объект стоит в орденоведческой трубе. О результатах. О результатах они тоже видны на видео, эти результаты. Если вы спрашиваете конкретные результаты, значит, при какой скорости ветра, какой объем электрической энергии будет вырабатываться и так далее, то, на самом деле, сейчас таких результатов нет. Таких результатов нет, потому что это достаточно серьезная глобальная работа. И, ну, как раз на этот счет, для того, чтобы эта работа началась, заключаем договор с институтом. До 10 декабря договорились мы подписать его. Я бы подписал его уже завтра, но институт это вещь такая, ну, не вещь, а организация, которая, ну, так быстро дела не делает, пока там все, значит, эти, пройдет. Ну, кабинеты, это занимает некоторое время. Вот, в общем, уважаемый, не знаю, как вас зовут, который написал о сборе денег и Аунс Рикё, Ас Син Рикё. Если я недостаточно развернутый ответ дал, ну, вы, пожалуйста, задавайте вопрос дополнительно. Можете в WhatsApp, Telegram или также в YouTube комментировать, или в Instagram писать. Все сообщения я вижу, все я читаю, и, соответственно, на все вопросы даем ответы. Нету ни одного вопроса, на который я бы не готов был ответить. Еще один вопрос с YouTube. Как европейцы могут инвестировать, когда есть только российские счета, и наши карты не принимаются? Рассмотрите доход Advanced Cash или B2C, и у вас будет намного больше инвесторов. Совершенно я с вами согласен. И сегодня, буквально за полчаса до начала, IT-отдел мне объявил, что у нас появился Advanced Cash, но он у нас в альфа-версии. Это что значит? Это значит, что если вы провели зачисление из Advanced Cash, то акции могут появиться у вас на счету не сразу, не моментально, ну, в течение 3-х, максимум 4-х часов, эти акции будут у вас в кабинете. И дня через 3 уже, значит, после оплаты, моментально будут появляться в личном кабинете, так же, как с другой платежкой, которая у нас сегодня есть. Ну вот, пока, давайте перейду к вопросам. Так, добрый вечер, что нового за неделю? За неделю? За неделю. Ну, что нового за неделю? Новости есть, как раз это, значит, общение с институтом по заключению договора. Ну, на самом деле, этих института два. Друг о друге они не знают, не догадываются. Я думаю, что когда будут две команды работать над одним и тем же проектом, будет лучше, проще, значит, оценить те результаты, которые будут получены. Значит, с одним институтом до 10-го числа декабря, уже есть договоренность, заключаем договор, со вторым институтом, значит, ну, тоже, где-то, наверное, в первой декаде декабря. Вот, еще какие новости, тоже вот я записал. И еще у нас теперь появился номер, номер той самой бомбической новости, о которой я говорил, когда у нас был патент на полезную модель, а сейчас у нас патент на изобретение. И номер у меня теперь есть, номер патента 267-32-80. Вот. Можно его на сайте Роспатента найти, он опубликован. Так, рады вас приветствовать. Спасибо, я тоже вас рад приветствовать. Доброго здоровья всем. Хенрик пишет, доброго времени суток, друзья. Так, сильно тормозит видео. Все нормально уже, да? Все понял. Стас пишет, приветствую тебя, гениальный человек. Спасибо за комплименты. Постараюсь оправдать. Вот, постараюсь оправдать. Так, все виснет, все нормально. Всем добрый вечер. Так, вопросики где? Добрый вечер. По поводу набора команды, повторю вопрос. Планировали с середины ноября открыть набор? На какой срок перенесено? Сергей, ну давайте до следующей видеоконференции я вам пообещаю, что появится кнопочка вакансии. И, соответственно, можно будет загрузить свое резюме в любой удобной для вас форме. Как вы вот себя видите, как вы свои компетенции видите, так и напишите прямым текстом, как вам будет удобно. И вообще за то, чтобы все было в упрощенном форме, в упрощенном порядке. Вот. И, кстати, сайт на самом деле сейчас не в такой форме, не в упрощенной. И самое интересное, что бывает, люди заполняют верификацию, заполняют, 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 потом нажимают кнопку «Отправить» и их вообще выкидывают со страницы. Это очень печально. Лично меня бы это очень сильно раздражало. Но работа на самом деле ведется. Вот. Ведется нормальными темпами. И, в общем-то, эти все вопросы мы разрешим. И прошу прощения, если кому-то это доставляет какие-то неудобства. Так. Денис, заведи два аккаунта. Два аккаунта в смысле где? Это что такое два аккаунта? Сергей, подскажешь мне, что это? Два аккаунта. Ну, Стас, поясните, пожалуйста, про два аккаунта, что это значит. Так, Денис, стоило бы уже давать новости в новостной ленте на самом сайте. Да, смотрите, с вами согласен. Но сейчас новостей не так много, чтобы у нас уже прям интервью было, и сценарий, и уже целая группа на эту тему работала. То есть, у нас первый этап развития компании предполагает это патентование в разных странах мира. Сейчас на эту тему работа ведется. Как только будут появляться документы, я вам их буду показывать. Далее. Макетирование, прототипирование. Сейчас на эту тему тоже работа ведется. Кстати, в Инстаграме, если кто-то зайдет и посмотрит сториз, там увидит уже некоторые наработки есть. Во вторник, в понедельник-вторник я буду в Томске. У нас одна команда в Томске работает. Поэтому новости я буду вести пока так, в упрощенном порядке, самостоятельно. Это не связано с тем, что проблема позволит себе специально журналиста нанять и пригласить съемочную группу. Ну, в общем, все своим чередом. То есть, не хочу вот эту ситуацию прям разогревать, разогревать, там, у нас не шоу, у нас проект, вот. Поэтому те темпы, с которыми он развивается, может быть, кому-то покажется, что они достаточно такие прохладные. Ну, я вам скажу так, значит, те ресурсы, которые сейчас появляются от инвесторов, их вполне достаточно для нормальной, равномерной, спокойной работы для развития проекта. Поэтому необходимости нет разогревать, рекламироваться, там, и так далее. Так. А, вот, предложение один рабочий, другой личный. Аккаунт завести. Ну, давайте, если такое предложение будет у шести из десяти человек, то, ну, давайте разделю рабочий, личный. Ну, пока, пока, наверное, пока один. Вот. Так, вот, Виталий написал номер патента, да. Так, по поводу дорожной карты. Сегодня появится на сайте, Виталий спрашивает. На самом деле, карта появилась, но она не полная. То есть, она выглядит сейчас достаточно, ну, как бы, не совсем правильно, то есть, но будет она в итоге следующим образом выглядеть. Вот у нас, вообще у нас первая дорожная карта, она была на шестнадцати листах. А четвертого формата, это такой текст был, который невозможно ни за раз прочитать, ни за два. Мы ее сейчас переработали, и будет она выглядеть вот таким вот образом, и сейчас пока вот так выглядит, но уже буквально через неделю она будет, нажимаете на красную, и это, значит, все этапы, которые предусматривают инженерное изыскание моделирования, то, что здесь помечено красным цветом, это будет открываться, и все это будет читабельно, и, в общем-то, вот так вот. Вот, то есть, в принципе, на 90% дорожная, на 95% сама по себе дорожная карта готова, но там несколько у нас специалистов задействовано, это и этот дизайнер, который должен это все, тексты вымерить, выложить, да, и получается и этот верстальщик, да, вот, поэтому работа идет, и дорожная карта у нас сейчас сегодня пока в скромном виде, но будем ее наполнять. Вот, Стас пишет в инстаграме два аккаунта, два аккаунта, один рабочий, другой личный, и все в одном месте. Так, а, нельзя мешать личную жизнь с работой. Ну, возможно, возможно. Так, Владимир пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Денис имелось в виду. Меня, кстати, часто называют, и даже родственники, то Дмитрий, то Максим, но никак не Денис. Не знаю, почему так сложилось. И вот здесь Владимир тоже, я Дмитрия назвал. Желаю вам удачи, своих начинаний. Ну, спасибо. Спасибо. А как ведется работа по рассрочке? Да, рассрочка, ну, IT-отдел просит еще буквально 4 дня, и рассрочка у нас на сайте будет, и будут дополнительные пакеты, и будет значительно больше выбор. Выбор этих пакетов. Так, еще вопросик от Виталия. Денис, вы с маркетологами общались по поводу нашего предложения разнообразить количество пакетов. Видите, я немножко вперед забежал, да. Это будет на руку нам всем. Крупные пакеты также нужны с рассрочкой на 20-30 месяцев. Дисконт там чуть более соблазнительным. Ну, 20-30 месяцев точно не будет никогда, потому что это, ну, учитывая те темпы роста, которые я заявляю, 20-30 месяцев, это, ну, неправильно будет делать такую рассрочку. Ну, максимальная рассрочка, я думаю, будет 10 месяцев, не больше. Так, отлично, мой вопрос автоматом сняли. Ну да. Так, так, так. Давайте еще вопросы. А, так, Денис, Светлана спрашивает, появится ли возможность получить полученные вознаграждения от рефералов, направить на покупку акций, минуя перевод на кошелек? Ну, такая возможность появится, но, знаете, наверное, недели через две она такая возможность появится, не раньше, потому что сейчас есть большое количество вопросов первоочередных. Вот. Ну и вообще на сайте, когда новый сервис какой-то запускается, это не значит, что он идеально работает, это значит, что он только запускается, и там еще процесс отладки приходится возвращаться, менять, усовершенствовать и так далее, поэтому, в общем-то, мы достаточно близко к тому вопросу, чтобы перевод делать, минуя кошелек, но беру запас по времени, поэтому возможность такая будет. Вообще я хочу сделать сайт, чтобы он был, ну, очень комфортный. Прежде всего комфортный и понятный. Сейчас он не такой, сейчас он улучшается, очевидно, я думаю, все это видят, но он далек от того, которого бы я хотел на самом деле видеть. Вот. Так. Вопросик. Если докупить акции, это еще один договор заполнять, или как вообще, да, да, Павел, это на самом деле так, если вы докупаете акции, если это было несколько транзакций, то есть на каждую транзакцию нужен будет договор купли-продажи. Вот. И, кстати, еще говоря, относительно оформления, у нас уже 1 декабря на подходе, а я говорил, что всем, кто загрузил договор в личный кабинет, мы должны будем передать акции до 1 декабря, смотрите, сейчас информация такая, нужно, уже можно и нужно сейчас, то есть на сайте буквально завтра будет тоже ссылка на ВТБ-регистратор, ну, можно на самом деле просто забить в интернете ВТБ-регистратор, такая организация одна, там ошибиться трудно, и обратиться в любой из филиалов этой организации с тем, чтобы открыть счет, на который будут зачисляться акции. То есть можно просто прийти, сказать, я хочу открыть счет, я, у меня сделка сейчас состоится по покупке акции, или может быть она уже состоялась, продавец ждет, пока я открою этот счет. Платите 135 рублей, вам открывают этот счет, и также вы его загружаете в личный кабинет. на самом деле, следующая информация, то есть я как собственник акций беру пачку передаточных распоряжений, прихожу в ВТБ-регистратор, потому что требование есть такое, чтобы я лично сам расписывался, когда меня видят, что это я расписываюсь. И вы вообще, как акционер, можете в течение трех дней должны будете посетить эту самую организацию, открыть счет, и тогда акции будут зачислены. Но, к сожалению, не эти правила не я писал. Вообще у нас законодательство мало пригодно к тому, чтобы таким путем развивать стартапы. Я слышал, что Государственная Дума, она на эту тему уже работу ведет. Поэтому предложение такое. Обращайтесь в ВТБ-регистратор, открывайте счет, загружайте счет в личный кабинет, и, соответственно, на этот счет уже я от себя, без вашего присутствия, готовлю передаточный акт, сдаю его в ВТБ-регистратор, и акции зачисляются на ваш счет. Вы можете в какой-то момент обратиться в ВТБ-регистратор, взять свою выписку со своего счета, и вы увидите, что на ваш счет зачислено то количество акций, которые вы приобрели. Ну и, соответственно, в этот момент вы уже являетесь законным владельцем. Акция – это ваше имущество. Почему нужно все-таки обращаться в ВТБ-регистратор? Ну, акция – это на самом деле такое же имущество, как квартира или машина. Поэтому личное присутствие там требуется. Ну, если вы не хотите лично посещать, то это должна быть нотариальной доверенность. И как раз вопрос мне задавали в WhatsApp, что делать, если я из-за рубежа, как мне оформить эти акции. Значит, тоже достаточно все просто. Выписываете нотариальную доверенность. Доверенность можно будет на меня выписать. Образец этой самой доверенности будет у вас в личных кабинетах буквально завтра-послезавтра. И паспортные данные мои тоже там будут присутствовать. Поэтому выписываете доверенность, в конверт кладете, высылаете по адресу, который будет у вас в личных кабинетах. Я эту доверенность вашу получаю. Мне так или иначе все равно раз в неделю в ВТБ регистратор посещать. Вот и я прихожу в эту организацию. По доверенности от вас открываю вам счет. Это делается в течение 5 минут. И сразу в передаточном распоряжении заполняю номер вашего счета. И тут же эти акции заливаются на ваш счет. Ну а после этого, если у вас будет желание, могу вам взять выписку с вашего счета. и прислать вам либо скан, либо также по почте. Ну вот пока ситуация такая. Не очень удобно может быть. Ну не я эти границы придумал, не я эти законы придумал. Я пытаюсь и... Не то чтобы пытаюсь, я и действую, и пытаюсь, и действую на самом деле в рамках законодательства, которое существует на территории нашего государства. Поэтому, ну вот такая волокита она присутствует. Так, следующий вопрос. Денис появится так. Есть ли докупать? Ага, есть. В Дуинове такие рассрочки на 10 тысяч и 15 тысяч долларов на 20-30 месяцев пользуются спросом. Ну понятно. Ну понятно, что спросом пользуются может быть. Ну не знаю. Пока, честно, я вот для себя предположил, что при то росте стоимости, при тех высоких темпах роста стоимости, наверное, это не совсем целесообразно делать. Вот. Ну и видите, нельзя сравнивать проекты напрямую. Мой проект или еще какой-либо другой. В моем случае не требуется строительство какого-то завода. Да, у нас есть план по строительству технопарка. Но даже, например, если предположить, не наберется достаточного количества инвестиций, чтобы построить полноценный объект гидропоника, который на сайте завтра у нас будет представлен, то нет в этом никакой проблемы. Потому что с достойным макетом посетить выставку при любом объеме финансирования удастся. Это будет много выставок, это будет много городов. Поэтому все равно наглядно показать, как это все работает можно будет и даже при небольших финансовых ресурсах. Хотя тех финансовых ресурсов, которые сейчас поступают, они невеликие, но их вполне достаточно для того, чтобы вести нормальную работу. Поэтому на этот счет не стоит, наверное, все-таки давать такие огромные расчеты, рассрочки. Так. Ага. Так. Москва не сразу строилась. Лучше медленная, но качественная работа. Вот Стас говорит. Вот я на самом деле тоже сторонник такого принципа. Почему? Потому что когда требуешь от кого-то очень быстро, то тебе начинает накручивать стоимость. Вот. Причем не всегда эта накрученная стоимость соответствует качеству, которое тебе предлагают. Поэтому если я слышу или вижу, что мне предлагают какую-то услугу по завышенной стоимости, ну, знаете, по той стоимости, которую бы акционеры не одобрили. Ну, я же понимаю средний достаток по стране. И я понимаю доходы акционеров, которые проинвестировали. Вот. И я примерно понимаю, какие цифры для них нормальные, какие ненормальные. Поэтому если я ненормальную цифру слышу, то, ну, в то же время я понимаю, что вы бы хотели получить какой-то результат, ну, там, увидеть контент на сайте или, ну, какое-то улучшение сайта, и я понимаю даже, что я не успеваю, то я не строю из этого никакой проблемы. Потому что я считаю, что к ресурсам нужно относиться бережно. Вот и все. Как бы не первый день на свете живем. Поэтому все правильно. Лучше, лучше, медленная, но качественная работа. Ну, и относительно команды, у меня точно такие же взгляды. То есть, ну, например, вместо какой-то вакантной, если у нас есть, то я не беру на него первого попавшегося человека. Лучше пусть оно, лучше я сам эту вакантную должность каким-то образом буду замещать, возложу эти на себя, значит, функции. Вот, ну, просто так не буду брать человека, в котором бы я не был бы уверен, что он сделает так, как я это вижу. Так, счет инвестиционный вопрос. Нет, это счет не инвестиционный, это счет... Так, как же он у нас называется? Ну, счет... Просто счет, на который зачисляются акции. Сейчас посмотрим в передаточном распоряжении, как он точно называется. Так, перевод паспорта тоже с доверенностью почты присылать? Да. То есть, если у вас... Ну, язык не наш, не РФ, да, то тогда, да, такая необходимость есть. Перевод паспорта тоже нужно будет, сдается, высылать. Ну, подробнее, все это будет расписано в личном кабинете. Вот эта вся процедура и текст доверенности, и какой именно документ, и будет скан моего паспорта, и я не вижу никакой проблемы, не вижу никакой проблемы в том, чтобы эта доверенность была на меня, выписываясь, потому что это все попутно, в попутном направлении. Вот. Так. Хорошо бы потом весь порядок оформления акции в отдельном месте на сайте разместить, вроде вопросы-ответы. Да, у нас вопрос-ответ формируется, у нас уже набралось. 58 вопросов, и 58 ответов на них есть, но это тоже у нас сейчас, у дизайнера, находится в работе, чтобы он шрифты эти все, и эти вопросики разложил, так как аккуратно, чтобы их было комфортно вам воспринимать. Так. Ну, на самом деле, вообще...